Добрый день! Меня зовут Наталья Басманова, я начальник отдела мемориальных квартир Государственного музея Владимира Маяковского. Сегодня мы с вами поговорим о нем, о великом поэте, о художнике, о рекламщике, о сценаристе, об актере и немного о его музее, об истории его музея. Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдаде, Кутаийской губернии в Грузии. Его отец Владимир Константинович Маяковский происходил из запорожских казаков, прадед отца Кирилл Маяковский был полковым ясаулом Черноморского полка, и это давало ему право на дворянство и на передачу дворянского титула. По отцовской линии бабушка Ефросиня Осиповна приходилась с двоюродной сестрой, известному писателю и историку Данилевскому. Мать Владимира Маяковского, Александра Алексеевна Маяковская, дочь капитана Кубанского пехотного полка, участника русско-турецкой войны, кавалера многих воинских наград, в том числе и Георгиевской медали за службу и храбрость. В семье Маяковских, кроме самого Владимира, было еще две дочери – Людмила Маяковская и Ольга. С четырех лет Владимир очень любил, когда ему читали, особенно читали стихи. Когда подрос, стал читать их сам. Он забирался в огромный глиняный кувшин, чурик, кувшин для вина, и оттуда читал стихи. Глина резонировала, голос звучал гулко, громко. Он так работал с голосом с самого детства. И неизменным другом, и соратником в его детских играх была сестра Ольга. 12 июня 1902 года Владимир Маяковский сдал экзамены в подготовительный класс кутаистской классической гимназии, и осенью уже начал в ней учиться. Старшая сестра в это время готовилась к поступлению в Московское Строгановское училище и брала уроки рисования у местного художника, окончившего Петербургскую академию художеств. Она показала художнику рисунки Владимира Маяковского, и тот стал заниматься с ним бесплатно, дополнительно. В это время он рисовал уже довольно хорошо, преимущественно по памяти. Срисовывал, иллюстрировал прочитанное, рисовал карикатуры на наш домашний быт. Уроки проходили оживленно и интересно. Володя быстро почти догнал меня в рисовании. Мы стали привыкать к мысли, что Володя будет художником. Это воспоминания Людмилы Владимировны Маяковской, которые она написала в 1931 году. Гимназист Маяковский вовлекается в одоворот революционных событий, и одновременно с этим он утрачивает интерес к гимназическим предметам. Не до учения, пошли двойки, напишет он потом. 19 февраля 1906 года семью Маяковских постигнет большое горе. От заражения крови умирает отец Владимир Константинович. Людмила Владимировна, старшая сестра, уговорила мать переехать в Москву, где в это время она училась в Строгановском училище и могла часть семейных забот взвалить на себя. Распродав вещи, заняв у знакомых деньги, они покидают, став уже родным Кутаис. С помощью друзей в Москве Людмила Владимировна Маяковская устраивает младшую сестру Ольгу в частную гимназию Ежовой, а брата в пятую классическую гимназию на углу Большой Молчановки и Поварской. Поначалу Маяковский учится неплохо, он занятия не пропускает, неровно, посредственно, но занятия не пропускает. В этот же период Ольга и Владимир Маяковский по настоянию старшей сестры Людмилы посещают вечерние воскресные классы Строгановского училища, занимаются рисованием. И у преподавателей они на хорошем счету, это способнейшие ученики и получают они хорошие оценки. В конце 1907 года или в начале 1908 года Владимир Маяковский вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков. Поставив в известность родных, он перестает посещать гимназию, которая становится для него в это время лишь обузой, тяжелым, ненужным временем. Маяковский в это время часто находится в поле зрения полиции и однажды все же оказывается в Батырской тюрьме, в одиночной камере. Это время он сам назовет потом важнейшим для себя. Из тюрьмы он пишет родным письма, письма со списком книг, литературу, с которой он хочет ознакомиться. Это история, это и художественная литература, это философия. Он, по сути, получает свое образование именно там, в одиночной камере номер 103. Кроме того, Владимир Маяковский пересматривает свое отношение к своей деятельности и своему месту в современной истории. Он задается вопросом, что может он дать революции, чем может он послужить революцией и новому делу изменения общества. Он решает учиться, он принимает это решение и после выхода из Батырской тюрьмы он держит экзамены Московское училище живописи, вояне и изучества. Маяковский все еще ощущает себя художником. Он поступает туда и здесь меняется его жизнь. Переломным этапом в его творческой биографии становится знакомство с Давидом Бурлюком. Не сразу оно прошло гладко, сначала они пытались ссориться и друг другу не нравились, но в один прекрасный момент они понимают, что нашли родственные души. Именно Давид Бурлюка Владимир Маяковский первым знакомит со своими стихами. Вот как он об этом вспоминал. Днем у меня вышло стихотворение, вернее куски плохие, нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар, читаю стихи Бурлюку. Прибавляю. Это один мой знакомый. Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул. Да это же вы сами написали? Да вы же же гениальный поэт. Всегда ж не любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг, мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом, читал мне французов и немцев, всовывал книги, ходил и говорил без конца, не отпускал меня ни на шаг, выдавал ежедневно 50 копеек, чтобы писать, не голодая. Это слова Владимира Маяковского, которые он в своей автобиографии посвятил другу Давиду Бурлюку. Кроме Давида Бурлюка, из ближайшего окружения этого периода Владимира Маяковского, конечно же, мы назовем Василия Каменского. Выходит «Альманах по счетчинам общественному вкусу» с коллективным манифестом и стихотворениями Маяковского «Ночь и утро». Это первая публикация Маяковского в печати. Маяковский участвует в футуристических вечерах. Проходят они в Симферополе, Севастополе, Керчи, Одессе, Кишиневе, Николаеве, Киеве, Минске, Казани, Пензе, Ростове, Саратове, Тифлисе, Баку. То есть география футуристических выступлений действительно обширна. Мы, сказал Маяковский, хотим дать теоретическое обоснование футуризма. Те, кто полагали, что им придется участвовать в скандале и работать руками, должны разочароваться. Им придется работать мозгами. Поэзия футуризма – это поэзия города, современного города. Город обогатил наши переживания и впечатления новыми городскими элементами, которых не знали поэты прошлого. Весь современный культурный мир обращается в огромный исполинский город. Город заменяет природу и стихию. Город сам становится стихией, в недрах которой рождается новый человек. Телефоны, аэропланы, экспрессы, лифты, тротуары, фабричные трубы, каменные громады городов, копоть и дым – вот элементы красоты в новой городской природе. Электрические фонари мы чаще видим, чем старую романтическую луну. Это трудовая газета, 1914 год. Совет училища живописи вояне из отчества постановили после нескольких скандалов футуристических выступлений исключить Владимира Маяковского и Давида Бурляка из состава учеников. Сообщения об этом были напечатаны в прессе во многих газетах под заголовками «Репрессии против футуристов», «Финал футуристических выступлений» и тому подобное. То есть и училище живописи вояне из отчества Маяковский не заканчивает. С началом Первой мировой войны Маяковский рвется на фронт. Попадает он в первую запасную автомобильную роту и там служит чертежником довольно долго. Наступает время революции. И как лаконично он сказал сам принимать или не принимать революцию, такого вопроса ни для него, ни для других москвичей футуристов не стояло. Он принимает революцию и он начинает работать, работать активно на новое советское правительство. Сначала в Петрограде, потом возвращаясь в Москву. С 19 по 22 год Маяковский активно работает в окнах сатиры. Он пишет тексты, он делает плакаты. Нам больше известен Владимир Маяковский как поэт. И мы обычно забываем о том, что это удивительный талант в художественной сфере. Это рекламщик, это человек, который проявил себя в кинематографе как актер. В том числе сохранился художественный фильм «Барышня и хулиган». Он, конечно, немой, черно-белый. Но, тем не менее, виден интерес Владимира Маяковского и к этой сфере искусства и культуры. Образ поэта революции, громадиной поэтической, такой монументальный образ поэта Владимира Маяковского, был создан его старшей сестрой Людмилой Владимировной Маяковской после его кончины, когда она активно занималась пропагандой наследия поэтического Владимира Маяковского. О дворянском происхождении Владимира Маяковского забыли довольно быстро. И, конечно же, Людмила Маяковская старалась преувеличить все те факты в его биографии, которые бы могли говорить о безусловной лояльности Владимира Маяковского к партии, к советскому правительству, что помогло бы признать Владимира Маяковского главным поэтом революции, главным советским поэтом. В принципе, у нее это достаточно просто удалось, потому что действительно Владимир Маяковский всей своей душой, всем своим нутром принимает идеи справедливости, равенства, идеи революции. Он включается в строительство нового общества, включается в это строительство искренне, всем своим талантам, всеми своими возможностями, служа революцией, служа новому обществу. Он говорит о том, что и поэзия должна служить обществу, поэтому так много у него стихов злободневных. Когда возникают какие-то социальные проблемы, а в 20-х годах их возникает довольно много, это время НЭПа, это время молодежи, которые выходят из поля зрения государства, новому государству некогда заниматься молодежью, и, конечно же, в обществе появляются какие-то негативные факторы. Это и спекуляция, это и преклонение перед Западом, как тогда говорили. И очень часто журналисты обращаются к Владимиру Маяковскому с каким-то конкретным заказом, с какой-то конкретной проблемой. Это не политический заказ, это заказ социальный. Были проблемы, которые Владимир Маяковский видел. Он помогал новому правительству их решать. Например, общеизвестная проблема в 20-х годах была проблема гигиены. И он тоже отдает свою лиру на служение обществу для решения этой проблемы. Какие-то явные негативные элементы в воспитании молодежи, так скажем. Потому что молодежь эпохи НЭПа старается походить на каких-то актеров из кинофильмов. Перестают гордиться своим рабочим происхождением. И, конечно же, Маяковскому это не нравится так же, как и не нравилось редакторам газет и средств массовой информации того времени. Отсюда возникают филитоны Маяковского, которые работали гораздо лучше, чем скучные статьи нравоучительные. Маяковский высмеивает тех, кто не может гордиться своим пролетарским происхождением, кто не ценит свой труд. И Маяковский всегда говорил о том, что его труд поэта так же непрост, как труд пролетария. Что так же он должен работать над словом, чтобы это слово служило обществу, служило человечеству. Так же, как и рабочий должен работать у станка. Маяковский никогда не презирал труд человека, каким бы он ни был. Была такая интересная история про маленького Маяковского. Вспоминали, что когда он учился, ему задали вопрос. Когда Господь изгонял Адама и Еву из рая и проклял их, чтобы Адам в поте лица возделывал землю, работал, это было плохо. И Владимир Маяковский ответил, что нет, это было хорошо, потому что Адам получил возможность работать. То есть представление у Маяковского о мире было очень своеобразным, интересным и с детства не вписывающийся в общую картину. О том, что Маяковский нестандартно мыслил, говорят нам и множество документов, которые до нас дошли. Например, у нас хранится письмо Владимира Маяковского своей старшей сестре, Людмиле Маяковской. Оно написано по спирали. Никто ему не подсказывал, никто его не надоумливал. То есть мышление ребенка было подростком. Мышление подростка было устроено так, что он сам подобным образом выдумал эту спираль и написал своей сестре письмо. Отношение к сестрам и к маме, оно вообще заслуживает отдельного разговора, потому что тот же Василий Каменский, его друг по фтуристическим выступлениям, вспоминал, что, возвращаясь домой после скандалов, скандальных выступлений футуристических, он превращался в очень мягкого, заботливого сына, в нежного брата. Записки, которые Владимир Маяковский оставлял сестрам и маме, тоже изобиливают очень нежным обращением. Мамочка, Людочка, Олечка он иначе их никогда и не называл. Он старался, чтобы мама не присутствовала на его выступлениях, первой поры начальных, футуристических выступлениях. Он говорил о том, что меня будут оскорблять, а вы будете расстраиваться, очень берег ее. На выступлениях футуристов барышни падали в обморок, вызывали полицию неоднократно, закрывали кафе поэтов, где он выступал. То есть это было действительно буря. Маяковский бросил вызов обществу тому, статичному обществу, пошлому. И именно с пошлостью и в жизни, и в быту он боролся довольно успешно всю свою жизнь, несмотря на то, что сам был окружен достаточно людьми, иногда пошлыми и банальными. Встречи Владимира Маяковского, с кем он только не встречался. Великие люди с того времени, среди них и мексиканский художник Диегори Вера, и французский поэт Уэрагон, и, конечно же, российские современники. Одна из наиболее интересных встреч, пожалуй, произошла в 1922 году, 28 апреля, на Кузнецком мосту. О ней потом напишет в своих воспоминаниях Эфрон. Встреча на Кузнецком мосту с Мариной Цветаевой. Встреча эта, судя по записи в тетради, произошла в один из канунных дней Марининого отъезда, ранним утром, на пустынной еще Московской улице. Маяковский окликнул Марину, спросил, как дела. Она сказала, что уезжает к мужу. Спросила, что передать за границей. Что правда здесь? Ответил он, усмехнувшись, пожал Марине руку и зашагал дальше. Эта небольшая встреча имела продолжение. Осенью 1928 года, поздним вечером, выходя из кафе, Марина Цветаева на вопрос, что же скажете о России после чтения Маяковского? Не задумываясь, ответила, что сила там. С 1922 года начинаются зарубежные поездки Владимира Маяковского. Сначала это Рига. Цель наладить выпуск печатных изданий. Потом уже будет и Берлин, и Париж, и Мексика, и даже Америка. В Париже он встречается с поэтом Луи Арагоном. И вот тут тоже интересно, как он в дальнейшем вспомнит о Владимире Маяковском. Это цитата из речи Луи Арагона на Конгрессе в Нью-Йорке в апреле 1935 года. Поэт Владимир Маяковский научил меня, что надо обращаться к миллионам людей, к тем, которые хотят переделать этот мир. Одной из важнейших вех в творческой биографии Владимира Маяковского стала выставка «20 лет работы» в Клубе писателей. Это время было уже творчески непростым для Владимира Маяковского. Уже появляются сложности во взаимоотношениях с властью, появляются некоторые сомнения в том, что происходит вокруг. Писали об этой выставке так. Поэт начал выступление очень своеобразно. «Товарищи, я очень рад, — сказал он, — что здесь нет всех этих первачей и проплеванных эстетов, которым все равно, куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Я рад, что здесь молодежь Москвы. Я рад, что меня читаете вы. Приветствую вас!» В ответ последовала буря аплодисментов. Последние годы жизни Маяковского — это активнейшая работа в газетах. Публичные выступления. Он очень много выступал действительно перед молодежью и перед студентами. Последнее публичное выступление в его жизни перед студентами Плехановской академии было очень непростым. Его освистали, и ему потребовалось время, чтобы публику настроить на дружелюбный лад. Он уже в это время себя плохо чувствовал, и это тоже выступление его, конечно, подкосило. Из публики доносились реплики о том, что Маяковский непонятен, о том, что Маяковский перестанет очень скоро быть актуальным. Вообще тема общения Маяковского с публикой, непосредственно живого, это отдельно очень интересно, и обладая удивительным остроумием, он всегда публику настраивал благожелательно, буквально через несколько секунд начало своего выступления, и ответы на записки, которые приходили к нему, они хранятся в нашем музее, они тоже блещут и остроумием, и интеллектом, и показывают о том, что человек действительно горел своим делом, ему было интересно общаться с людьми, он работал именно для них. В последние годы он работает и в театре, в том числе и вместе с Мирхольдом. В целом можно сказать, что конец 20-х годов были годами очень непростыми для Владимира Маяковского. 14 апреля в 10 часов 15 минут в результате выстрела Маяковского не стало. Официальная версия – это самоубийство. Днем тело Маяковского было перевезено из комнаты в Лубянском проезде, в его квартиру в Генриковом переулке. Там был сделан слепок с лица, слепок с рук, посмертная маска с лица, слепки с рук. Мозг был забран в институт мозга для исследований, и ночью тело было перевезено в клуб писателей. 15 апреля днем был открыт доступ для того, чтобы люди могли попрощаться с поэтом. И за три дня мимо гроба прошло более 150 тысяч человек, которые хотели проститься с Владимиром Маяковским. Поскольку это 1930 год, то еще не все привыкли к тому, к новому стилю календаря. И по старому стилю это было 1 апреля. И очень многие не могли поверить в случившееся. Они говорили, что это первоапрельская шутка, что не мог Владимир Маяковский покончить с собой. Уж кто-кто, а вот именно он не мог. Свидетельница последних минут его жизни Вероника Витольевна Полонская, последняя любовь Владимира Маяковского, оставила свои воспоминания. Я сказала, что же вы не проводите меня даже? Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково. Нет, девочка, иди одна, будь за меня спокойна. Улыбнулся и добавил, я позвоню, у тебя есть деньги на такси? Нет. Он дал мне 20 рублей. Так ты позвонишь? Да, да. Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. Выстрел раздался в комнатенке лодочки. Комната действительно была очень большая, это 11 квадратных метров, но это была первая собственная жилплощадь Владимира Маяковского. Комната в коммунальной квартире, где кроме него жило еще несколько семей. В 1919 году во время активного сотрудничества с наркомпросом Владимир Маяковский получает эту комнату и остается она за ним вплоть до его кончины в 1930 году. Здесь был проведен телефон, это был самый центр. Из этой комнаты Маяковский пешком доходил до редакции самых разнообразных газет, в которых он тогда работал. Здесь же рядом был политех, его одна из любимых площадок для выступления. Но в середине 1920-х годов он задумывается о новом жилье. Слишком суматошно, слишком суетно, слишком тесно для большого человека. И в 1925 году он подает заявление в президиум Моссовета с просьбой передать ему пустующую тогда квартиру в Генриковом переулке. Он сам разрабатывает план капитального ремонта этой квартиры и обязуется осуществить его за свой счет. Квартира номер 5 на втором этаже, дома 15-13 в Генриковом переулке. Сейчас это переулок Маяковского. В этой квартире он поселился не один, а со своими всегдашними спутниками Осипом Максимовичем и Лилией Юрьевной Бриками. В квартире было 4 комнаты, вот у каждого было по одной комнате и одна общая гостиная-столовая. Комната в Лубянском проезде остается за Маяковским и служила она ему рабочим кабинетом. Уже летом 1930 года по постановлению Совета народных комиссаров был поднят вопрос о сохранении этой самой комнаты в Лубянском проезде и Лилия Юрьевна Брик получает на нее охранную грамоту. Именно Лилия Брик занимается разбором архива Владимира Маяковского, разбирает рукописи поэта, как, собственно, он и просил в своем посмертном письме. И архив личной вещи поэта были ею вывезены. Мебель сохранялась закрытая, опечатанная довольно долго. Все попытки друзей создать музей Владимира Маяковского на Таганке не увенчались пока успехом, поэтому Брикки оттуда перевозят мебель, мемориальные предметы в квартиру, которую им дают в районе Арбата. Музей Владимира Маяковского был открыт по приказу Надежды Константиновны Крупской в 1937 году. К этому времени со дня смерти Маяковского проходит уже 7 лет. В 1935 году Лилия Юрьевна Брик и ее окружение пишут письмо. Письмо Сталину с жалобой на бездействие и бюрократическое отношение чиновников от гос. издата, наркомпроса и, в принципе, других руководящих инстанций. О равнодушии к литературному наследию Владимира Маяковского и равнодушию к его памяти. Книги Маяковского не издаются, произведения исключаются из школьной программы, музей никак не создается. Именно на этом ее письме Иосиф Виссарионович Сталин написал известную резолюцию. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, без различия к его памяти и его произведениям преступления. Эта резолюция была опубликована в газете «Правда» 5 декабря 1935 года в редакционной подборке материала о Маяковском. И там же было опубликовано сообщение о том, что Московский совет постановил создать в доме, где жил Владимир Маяковский в Генриковом переулке, библиотеку-музей имени Владимира Маяковского. Ну а также сообщение о переименовании Генрикова переулка в переулок Маяковского. Наконец наступил 1938 год, который мы считаем датой рождения нашего музея. Хотя, как мы видим, музейная жизнь относительно наследия Владимира Маяковского началась гораздо раньше, благодаря его окружению. В 1938 году открывает двери читальный зал, и важно, что наш музей изначально функционировал именно как библиотека-музей. Не оставалось в забвении и комната Маяковского, как я уже говорила, была выдана охранная грамота, и, в общем-то, создание там музея было делом времени и огромных усилий, которые на это положит старшая сестра Владимира Маяковского Людмила. От Лили Юрьевны Брик в основном идет пополнение музейных фондов, она передает мемориальные вещи, она сортирует, занимается архивом. Также у нее на хранении были записные книжки, очень важные материалы в биографии Маяковского, потому что возил он их повсюду, записывал и зарисовывал даже все события будничные в своей жизни, но иногда и совсем даже не будничные. Так, например, в одной из его записных книжек написано очень важное слово «дочка», про дочь, которая родилась в Америке после его гастролей туда и знакомства с русской эмигранткой Элли Джонс. Это та история, которая заслуживает отдельного внимания, мы о ней рассказываем на одной из площадок нашего музея в квартире на Большой Пресне. Более ста автографов сохранилось и было передано писем, записок как раз с выступления Владимира Маяковского. Но в конце 30-х годов оказывается, что дом в Генриковом переулке требует дополнительного ремонта, профилактических и реставрационных работ. Наступает время Великой Отечественной войны, это время работы музея. Сотрудниками музея передается заработок свой дневной несколько раз для создания танковой колонны имени Владимира Маяковского. Очень часто в музее пишут с фронта, у нас с фонда хранятся письма-треугольники, также есть интересные экспонаты, это и обугленная книга стихов Владимира Маяковского. А в послевоенные годы музей Маяковского становится одним из крупнейших культурных центров Москвы. В 1972 году закрыта библиотека музей в переулке Маяковского, и музей переносится на Лубянку, в Лубянский проезд. Мемориальные комнаты на Таганке долго оставались под опекой Государственного музея Маяковского, но юридически они не принадлежали городу, управлению культурой, поэтому сейчас ничто не напоминает нам уже о том, что когда-то там был музей, и собственником не является ни департамент культуры, ни какое-то другое учреждение культуры. В начале 70-х годов в проезде Серова, подобным образом был переименован Лубянский проезд, дом продолжает оставаться обычным коммунальным, дом Стахиева, это дом коммунальных квартир, и только с 1968 года начинается расселение этого дома и создание большой полноценной экспозиции, центром которой, конечно, является мемориальная комната Владимира Маяковского. Сестра поэта Людмила Владимировна Маяковского передает в новый музей всем принадлежавшие семейные реликвии, книги, документы, мебель, в том числе мебель, привезенная из Грузии, которая была сделана еще по рисункам отца Владимира Константиновича Маяковского. Она сама принимает довольно активное участие в разработке экспозиционных решений в музее и вместе с группами ведущих ученых того времени. Экспозиция была открыта в 1974 году, и музей уже перестал называться библиотекой музея и стал Государственным музеем Владимира Владимировича Маяковского. В 80-е годы проводятся поэтические вечера в музеи, на которых можно было видеть и слышать Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Евтушенко, Давида Самойлова и многих других самых известных литературных деятелей того времени. В 87 году началась реконструкция, которая даст новую жизнь нашему музею и заявит о нем как о памятнике музейной экспозиции. Сегодня Государственный музей Владимира Маяковского снова в ожидании больших глобальных перемен. Перед нами стоит вопрос о капитальном ремонте здания, об усовершенствовании экспозиции, об оборудовании и принятии новых экспозиционных решений, актуальных в 21 веке. Экспонаты, хранящиеся когда-то в музее на Лубянке, сейчас переведены во временное хранилище. В 2017 году открыта для посетителей ранее недоступная площадка квартир на Большой Презне. В 2019 году квартира в Студенецком переулке. В рамках этих двух мемориальных квартир наш музей сейчас и осуществляет свою основную деятельность, научно-просветительскую. Квартира в Студенецком переулке, там где мы сейчас с вами находимся, принадлежала Людмиле Маяковской. Была получена ей как кооперативная ателью горной манифактуры, где проработала она всю жизнь при непосредственном участии Владимира Маяковского, который никогда надолго не оставлял свою семью, своих сестер и маму без внимания. Последние годы мы видим, что поэзия Владимира Маяковского снова актуальна. Это совершенно неудивительно для нас, потому что любой гений, любой талант, он без времени. Он существует без актуальных политических сводок, он просто есть. И стихи Владимира Маяковского откликаются в душе человека. Просто нужно, наверное, время для того, чтобы эта поэзия в душу проникла и нашла там какой-то свой отклик. Это разный возраст, это разные этапы человека, но всегда этот отклик найдется. О Владимире Маяковскому можно говорить больше, мы будем о нем говорить больше. И надеемся, что это будет актуально для людей нашего времени и будущего тоже. С вами была Наталья Басманова, начальника отдела мемориальных квартир Музея Маяковского. Субтитры создавал DimaTorzok